Человек, который до сих пор работает в различных жанрах, часть из которых он сам же и придумал. В общем, чем может быть идея для человека? Да ничем. Но оказалось, что это не так. Какое-то время назад, на большом юбилейном концерте в Кремле, когда отмечали 10-летие от того из его коллектива, зрительный зал Кремлевского дворца стал петь не вместе с музыкантами, а вместо музыкантов. Но не нужны им эти музыканты, потому что они из этих музыкантов знают эти произведения наизусть и поют их уже 50 лет. Ну нафига им вот эти вот уже не молодые, в общем-то, люди на сцене. Так вот, в этот момент наш лауреат удивился. Ну, или во всяком случае, сделал их. У него огромное количество наград и премий, но все-таки мы надеемся, что он порадуется и премией Петровой. Ну, или хотя бы сделает. Представляет нашего лауреата и вручает ему премию Петрова в этом году режиссер театра «Понсанной крыши» Владимир Фунтус. Андрей, по-моему, уже все сказал. Представить нашего первого лауреата можно было бы перечислить все его награды, можно было бы перечислить все его деяния, потому что это музыкант, композитор, режиссер, продюсер, профессор ГИТИСа, член Культурного совета при президенте Российской Федерации. Но все эти слова нам почти ничего не говорят, потому что количество... Дело не в количестве. Дело в загадке, которую человечеству подарил Бог. В загадке... Дело в этом человеке. Свой театр в Москве, свой центр в Москве, киностудия. Непонятно, какими духовными силами все это питается. Ну, может быть, это солнечная Армения подарила нашей стране ну, такую меру пассионарности. Ну, может быть, это родословная, потому что перед нами сейчас предстанет внук Анастасия Ивановича Микояна, 60 лет работавшим в составе Политбюро ЦК КПСС. Ну, может быть, это весточка из Советского Союза? Вполне возможно. Это человек мира, потому что в Соединенных Штатах учреждена стипендия, в ГИТИСе открыт факультет музыкального театра и драмы. Не с числа деянием этого человека. Непонятно, когда и как он успевает. При всем этом просто, как правда, солнечный человек. И когда я столкнулся с далеко не солнечными его мыслями, я очень удивился. В интервью Владимиру Постнеру он сказал следующее. Разрушается моральный облик человечества, который в будущих поколениях, про наше время, может повлиять даже на физиологию. Сексуальные меньшинства постепенно становятся официальной нормой, поддерживаются и культивируются законами, что в результате принципиально меняет общество. Судя по всему, размножение человечества скоро перейдет на уровень искусственного оплодотворения и выращивания эмбрионов пробирки. Живое человеческое общение все больше подменяется в виртуальной жизни в интернете, которая не требует прямого общения и физического контакта. Мощное влияние технологий я далее не буду продолжать, потому что грусть и мудрость, какой сказаны эти слова, говорят сами за себя. Дорогой и многоуважаемый Анастас Алексеевич, вы как были в то время, когда ваш ансамбль «Цветы» наряду с машиной времени у нас в летнем саду нынешнего молодежного театра собирал полные залы и зал просто гремел. Так вы и остались альтернативой тогда и достаточно мощной, но позитивной альтернативой сегодняшнему регулируемому или нерегулируемому хаосу, который происходит у нас, ну дай Бог, не во всей Вселенной. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Время вручается за два я читаю классических фильмов. Первый – это «Древние храмы Армении». И второй фильм – это «Разговор с Эрнстом Неизвестным». Я был поражен подробностями. Первая подробность – я не вижу «Интервью Эрнера». Это гениальная режиссерская работа. Я вижу Армению древней храмы, Армении глазами его. И второй фильм – я вижу Эрнста Неизвестного. Я не вижу «Интервью Эрнера». Я чуть-чуть его так вижу, но я его ощущаю, что редко бывает в авторских фильмах. И самое главное, в первом фильме я смотрю на священника, и он улыбается. И его улыбки – благодать уже. А во втором фильме фильм заканчивается в среднем план Эрнста Неизвестного. И Эрнст Неизвестный тоже улыбается. Огромное спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы несете свет Божий в этот мир. Спасибо вам огромное. Я смутен. Я еще не могу прийти в себя после такой серьезной речи. Во-первых, очень много преувеличено, конечно. Но прежде всего, они никакой в Совете Президента, и они никакого не состоят. Это было Владимир Горбачева. Уже давно забыто. Так же, как сам Горбачев. И очень много другого преувеличено. Но что-то, вы сказали, очень ценное для меня. И я даже не думал, что так глубоко смотрят люди. Это как-то так камерные вещи. И вообще, мне очень приятно, что меня награждает не за музыку. Это тоже для меня я не знал об этой премии. И мы буквально несколько дней назад пили водку с Юрой Ростом и Юрой Шевчуковым. И я говорю, вот какая-то премия. Они говорят, мы получили ее, ты что, езжай, конечно. Поэтому я узнал от них, что действительно это очень достойная награда, серьезная премия, камерная, без папы с лишнего. И вот сейчас, после того, что вы сказали, я понимаю, что вы действительно склоните, подкопаете глубоко. спасибо огромное. Премия вручается Стасу Намину за создание документальных фильмов «Древние храмы Армении» и «Разговор неизвестный». Спасибо огромное. Потрясающе. Просто действительно для меня большая честь получиться. И вообще, вот когда вы тоже преувеличили, что у меня много разных треней, по правде немного. Я даже не помню, сколько одна, две, может быть, это даже и первая, и вторая. У меня вообще нет наградки. Я ни лауреат, ни депутат, ни народный, ни заслуженный. У меня ничего при собачках в моей фамилии не получается. Поэтому для меня не такая премия, как вот ваше, для меня очень дорога. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ